Лже-продавцы автозапчастей, которые оказались сутенерами, отпущены под домашний арест. По официальным данным, двое 30-летних мужчин организовали публичный дом в съемной квартире. Ублажать клиентов они заставляли приезжие из Челябинской области. Ей угрожали физическим насилием. Жуткий факт выяснился, когда мужчин удалось задержать по подозрению в мошенничестве. Они через интернет размещали объявления о продаже автомобильных запчастей. Покупателям выписывали фиктивные договоры, чтобы те не сомневались в покупке и перечисляли на счет аферистов деньги. Бумаги, которые отправляли жертвам, были с поддельными печатями и реквизитами других организаций. Сотрудники полиции убедительно просят граждан быть осторожными при покупках в интернете. Мошенники могут потребовать передать денежные средства курьеру или перечислить их на карту банка. Попытаются получить от вас сведения о номере мобильного телефона, о вашей банковской карте, предложить пройти к банкомату и совершить какие-либо операции у банкомата, попросить сообщить коды, которые приходят к вам на телефон в смс-сообщениях.